Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Центральное событие этих дней, безусловно, финал четырех Кубка России по гандболу, который принимает наш город. В одном из полуфиналов пермские медведи встретились с чеховскими медведями. Игра получилась упорной, но гости все же смотрелись чуть предпочтительнее. Они и получили путевку в финал, выиграв 30-24. Мы не совсем удачно сыграли на нападении. И было много такого простого брака, количество потерь, которые мы совершили во втором тайме. Во втором тайме был шанс, конечно, мы сравняли игру, был шанс выйти вперед, причем мы играли на нападении. Но, опять же, я говорю, как бы сгубили вот эти вот неоправданные потери на ровном месте. Мы вырвали тяжелую игру у равного соперника. И та команда сделали хорошую, и много сделали ошибок. Но это всегда как бы украшает спорт и делает его более острым. Во втором полуфинале сыграли краснодарский Скиф и саратовский Сгау. Южане по пенальти взяли вверх 40-39 и также пробились в финал. Амкар тем временем готовится сыграть в рамках чемпионата страны по футболу. В рамках 21-го тура соперником нашей команды будет Казанский Рубин. Он сейчас занимает четвертое место. А пермяки пока находятся в зоне вылета и идут 15-ми. Каждое очко сейчас для красно-черных на вес золота. Пытаемся в каждом матче набирать очки максимальное количество. Но пока это, можно так сказать, не удалось. Надеюсь, постараемся все сделать, чтобы заработать максимальное количество очков. Психологический настрой хороший. Просто нужно, наверное, включить более оптимальные обороты и прибавить движение в атаке. Думаю, появятся и моменты, и гавы. Над тем, как улучшить действия команды в атаке, думает и тренерский штаб. Однако при этом не надо забывать об обороне собственных ворот. Рубин впереди смотрится солидно, отмечает наставник Амкаровцев Гаджи Гаджиев. Активно играет на флангах, особенно на правом. И вот то, что касается обороны, нам нужно постараться закрыть эти вот фланги и не дать возможность сыграть на опережении вверху Портнягину. Игра Амкара с Рубином состоится в субботу, 4 апреля, начало в 14 часов. А у меня на этом все. Ждем развития спортивных событий.